Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Ребята, привет! Меня зовут Мария Александровна. Я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. Но именно сейчас мы с вами в стране безопасности, где будем учиться простым правилам безопасного поведения в любой жизненной ситуации. А помогать мне будет Спасайка, но с ним я вас познакомлю чуть позже. А пока хочу представить наших сегодняшних героев. Варвара и Ярослав первыми вступили в борьбу в стране безопасности. Позади природные стихии и опасность на кухне. С этими темами ребята справились на отлично. Посмотрим, что ждет ребят сегодня. Ребята, привет! Всем привет! Я очень рада нашей новой встрече. И хочу вам рассказать, что происходило за это время в стране безопасности. Все участники страны безопасности уже прошли половину пути. И сейчас Спасайка покажет вам, сколько баллов им удалось набрать. Внимание на экран! Итак, половина пути уже пройдена. И вам сейчас нужно будет выбрать одну из двух тем. Это правила поведения на улице или опасность на природе. Давайте прямо сейчас это и сделаем. Улица. Улица. Опасность на улице. Да. Итак, вы выбрали тему опасность на улице. Действительно, это не самое безопасное место на Земле. Почему? Что может быть опаснее? Может быть, люки опасны? Еще что? Может быть, дорога опасна? Заброшенные здания могут быть опасны. Стройка может быть опасна. Провода могут быть опасны тоже. Да, знак тоже может быть опасным. Почему это он может быть опасным? Может стукнуть молния в знак. Никто не будет видеть. Идти, и на него может знак свалиться. Молния же может сделать так, чтобы знак упал. И такое может быть. Еще жители опасны, незнакомые. Да, нет, ну не только незнакомые. А что знакомые? Ну незнакомые опасны. Да, вот это правильно. Нельзя гулять на проезжей части, потому что это тоже опасно. Мы придумали бордеры для того, чтобы люди ходили на тротуаре, а не на дороге. Молодцы, ребята. За то, что вы дали полный ответ на мой вопрос, я награждаю вас бонусным баллом. Ура! Ну а для того, чтобы помочь вам справиться с сегодняшними испытаниями, вы должны посмотреть мультфильм. Ответы на все сегодняшние вопросы там есть. Внимание на экран. А сейчас, друзья, мы отправляемся на прогулку. Конечно, на улице опасностей просто великое множество. Да, играм тут точно не место. Лично я такие места обхожу стороной и вам тоже советую. А еще, ребята, во время прогулки не забывайте смотреть под ноги. Ведь такие препятствия, как открытый люк и провалившийся грунт на вашем пути, могут стать причиной тяжелых травм. Если вы стали свидетелем происшествия, в котором пострадали люди, обязательно сообщите об этом в службу спасения по номеру телефона 101 или 112. Среди всех опасностей, которые могут подстерегать вас на улице, одна из самых серьезных связана с машинами и проезжей частью. Взрослые эти ситуации называют дорожно-транспортными происшествиями. Поэтому всегда будьте очень внимательными и осторожными возле автомобильных дорог. Не играйте и не забегайте на проезжую часть. А на другую сторону улицы переходите только по пешеходным переходам. Самым безопасным местом для этого является подземный переход. Если подземного перехода по близости нет, воспользуйтесь ближайшим наземным пешеходным переходом. Прежде чем переходить дорогу, обязательно убедитесь, что загорелся зеленый сигнал светофора. Затем посмотрите налево и направо. Начинайте переходить только после остановки всех машин. Я уверен, что мои советы помогут сделать ваши прогулки приятными и, самое главное, безопасными. До новых встреч! До новых встреч! Я вас поздравляю! Ура! Итак, наступило время второго испытания. Из трех вариантов ответа на мой вопрос вам нужно будет выбрать верный и сделать это за максимально короткое время. Итак, вопрос. Если вы стали свидетелем, что кто-то пострадал на строительной площадке или человек упал в люк, что вы будете делать? Вариант номер один – это окажете помощь человеку и попытаетесь вытащить его из люка. Вариант номер два – это позвоните родителям. Или вариант номер три – это вызовите спасателей по номерам телефонов 101 или 112. Вариант номер три – это позвонить спасателям по номеру 101 или 112. Молодцы, ребята! Вы правильно ответили на мой вопрос и зарабатываете два балла. Я вас поздравляю! Ура! Ну а время переходить к нашему третьему испытанию. На сегодня это загадка про профессии. Если дадите правильный ответ, то заработаете три балла. Если же ответите неправильно, то один балл я у вас заберу. Там, где сложный перекресток, он машин-руководитель. Там, где он – легко и просто. Он для всех путеводитель. Регулировщик. Регулировщик. Правильно. Вы зарабатываете три балла. Поздравляю вас. Ура! Ну а время подводить итоги. Итак, в первом конкурсном испытании вы заработали три балла. Один балл у вас был бонусный. Во втором испытании вы заработали два балла. И в третьем испытании вы также заработали три балла. Считаем, сколько получилось у вас сегодня баллов. Правильно. И сейчас Пасайка внесет этот результат в таблицу. А ровно через неделю я встречусь с вашими соперниками. А с вами мы увидимся чуть позже. А место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова